Приветствую вас, и давайте разберемся с тем, что вы написали Анастасия. Вы говорите о том, что на протяжении всей вашей жизни, ага, при волнении у вас трясли руки. Ну, собственно, такого роли у вас была психосоматика. И мне кажется, что в первую очередь именно на психосоматику, как основополагающее явление вашего состояния, нужно обратить внимание, потому что психосоматика возникает в тех случаях, когда то или иное чувство, то или иное ощущение является постоянным и является переизбыточным. И ваше волнение, которое является постоянным и переизбыточным для вас, оно и вызывает такую реакцию, что у вас трясутся руки. И после сильного волнения, когда ощущение было переизбыточным, руки стали трясти сильнее. Это нормально. Другой вопрос, из-за чего и почему вы волнуетесь? Из-за чего у вас такая стресса неустойчива? По причине чего? По причине страха, по причине неуверенности в себе, по причине низкой самооценки, по причине следованию представлениям ваших родных, близких, кого-то из людей, кого вы считали или считаете авторитетом для себя. Это вот те вещи, на которые вам нужно обратить свое внимание. И соответственно разобраться. Вот. И здесь есть два направления, которые вы можете выбрать при взаимодействии с вот этим симптомом, да, при взаимодействии с проблемой. Первое, это НЛП, нейролингвистическое программирование, что позволит вам быстро избавиться от волнений. Но не решает данное направление причины возникновения вашего состояния. Причины возникновения ваших вот переживаний. И другой способ, способ психотерапевтический в нескольких либо совместимых, совмещаемых направлениях. Вот. По выяснению и коррегированию ваших именно вот личностных противоречий, личностных проблем. Выправление ваших перегибов в ту или иную сторону, деструктивных. Вот. Выбирайте, что выберите, обращайтесь к соответствующему специалисту и, я думаю, проблема будет решена. То есть, понятно, что вы хотите избавиться от дрожжи в руках, но дрожж в руках происходит из-за волнения. А волнуетесь вы по некой причине, по неким причинам, причинам. Давайте, давайте разберемся, что это за причина и проблема будет решена. Это не быстрый процесс, это процесс, обладающий определенной длительностью. Но, тем не менее, процесс качественный. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку качества лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удача.